Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу вам предложить тероскоп на неделю 17 по 23 сентября. Тероскоп выполняется безусловно для всех знаков зодиака. Работать сегодня будем при помощи двух колод. Первая колода покажет нам позитив, негатив недели и даст совет от карт. А Ленорман Рана Джордж покажет нам неожиданное событие этой недели. То есть что возможно вас порадует. Итак, поехали. Традиционно мы начинаем с Овнов. Итак, Овна, что же у вас здесь? Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, на позитив недели. Восьмерка кубков. Уход от какой-то обременяющей ситуации. Либо завершение чего-либо. Ну, какой-то ситуации в целом. Почему? Восьмерка кубков это карта переезда, смены места жительства, переезда в другую страну. Это в целом может быть выход из отношений, либо уход, например, того, что вам не приносит результата. Например, если это лечение, то это перейти более к другому, высококвалифицированному врачу. В целом же, как говорит карта, это вынужденный уход. То есть вы понимаете, что этого требует обстоятельства, но для вас это служится позитивно. Так, с позиции негатива. Здесь падает карта солнца. Ну, тут может немножко прослеживаться ваш эгоизм в чем-либо, но тем не менее, назвать это негативом нельзя, потому что солнце всегда дает, знаете, как теплоту, какую-то радость. Да, здесь вы можете немножечко поступать с позиции своего эгоизма, но тем не менее, это оправдано. В плане совета у вас падает перевернутая десятка пентаклей. Как говорят карты, особенно если у вас это сопряжено с отдыхом, вот, например, поездка на отдых, то здесь будут серьезные финансовые траты, но не критично. Итак, давайте посмотрим на неожиданность этой недели. Что же у вас здесь вас ожидает? Карта медведь. Карта медведь, либо это, скажем так, проявление внутренней силы, здесь может быть становление вашего авторитета, либо вы можете подняться на новый социальный уровень, либо же в целом по карте медведь. Вы можете пользоваться чьей-то помощью, чьей-то протекцией, это карта поддержки, карта либо бывшего мужа, либо бывшего молодого человека, либо карта отца, то есть влиятельного человека, который может вам чем-то помочь в этом вопросе. Поэтому это может быть стоя для вас неожиданностью в неделе. Так, давайте убирать карты. Так, смотрим дальше. Дельцы. Что же у вас здесь? Давайте смотреть. Итак, позитив недели, негатив недели, совет от карт. На позитив недели ситуация сомнений, ситуация выбора, то есть либо это балансирование, например, между двумя работами, двумя молодыми людьми, двумя проектами. Ну, поймайте массу начинаний, когда вы пытаетесь успеть все сразу. В принципе, это свойственно. Поэтому здесь у вас это получится. У вас получится балансировать и совмещать крыльцеприятное с полезным. В плане негатива у вас здесь падает карта правосудия. Здесь могут быть какие-то бюрократические проволочки, которые застопорят ваши дела, связанные непосредственно с бумагами. У кого-то могут здесь проигрываться в целом судебные дела, которые могут затянуться и вызывать у вас ряд сомнений. Ну и в плане совета, что же у вас здесь? Перевернутая семерка жезла. Впустить ситуацию на самотек. Особо не нервничать, не переживать. Все решится само собой. Давайте же посмотрим неожиданно с недели, что у вас здесь выпадет. Так, карта женщины. То есть неделя это больше будет значимо для женщин. А что здесь конкретно? Здесь падает карта базар. Базар указывает на саму ситуацию. Купли-продажи чего-либо. Потому что это карта, где вы покупаете, выбираетесь. Трудная ситуация выбора. Возможно, вы думаете совершить какую-то покупку. У вас может проиграться именно так. И связано это будет с юридическими какими-то проволочками. Но тем не менее, как говорит карта, не переживайте. Все разрешится вашу пользу. Так, смотрим дальше. Близнецы. Позитив недели. Негатив недели. И совет от карты. На позитив недели. Так, ну что-то у вас здесь упадок сил. Необходим вам отдых. Либо вы приостановили развитие каких-либо проектов. Не знаю, ваших бизнес-идей. Либо рабочих начинаний. Либо в целом, знаете, как запаспорились какие-то отношения. Это идет по инерции. Но, как говорит карта, так тому и быть. Все будет развиваться своевременно. Необходимое для вас время. В плане негатива. Здесь у вас падает двойка жезлов. Ситуация переосмысления. Ситуация выбора. Когда вы не знаете, например, какой в проект вам вложиться. Куда вливаться. Как развивать эту энергию. Касается в основном это в большей степени рабочих вопросов. И на совет вам падает перевернутый король жезлов. То есть, видимо, скажем так, не распыляйтесь на несколько проектов одновременно. Потому что нигде не будет толку. То есть, если что-то взяли заодно, доводите его до ума и до конца. Вот тогда будет какой-то эффект. А так вы просто пытаетесь успеть все сразу. Так, ну давайте смотреть с позиции неожиданности. Что у вас здесь? Карта солнца. Посмотрите, одни солнечные карты. Энергия у вас бьет ключом. Проект у вас будет успешный. Но, как я говорю, сконцентрируйте свое внимание на одном проекте, на одном мероприятии. Вот тогда действительно будет эффект. Потому что иначе толку не получите нигде. Так, давайте смотреть дальше. Итак, представитель знака, садяка, рак. Позитив недели. Негатив недели. Совет от карты. На позитив недели. Быстрое развитие событий. Поездка, переезды, контакты через интернет, коммуникация, новые связи, переговоры. Перелет у кого-то может быть. Так, с позиции негатива. Здесь ситуация, когда вы на что-то смотрите трезвыми глазами, производите расчет, отбрасываете все какие-то иллюзии. И понимаете, да, возможно, это у вас вызовет разочарование. Но, знаете, лучше как бы с холодным рассудком взять какие-то выводы, чтобы не допустить будущим ошибок. И вот себя предостеречь. И в плане совета, да, в плане совета, вот то, что вы делаете, все сбудется. Карта звезда, карта планов. Это, знаете, то, что будет сверх ваших ожиданий. Да, не могу сказать, что сразу, это в более отдаленной перспективе. Но, тем не менее, вам стоит вкладываться в реализацию новых идей. И в большей степени это у вас касается непосредственно работы. Для некоторых может еще проиграться, как ситуация, удачной чистки. Если вы там чистите себе карму, занимаетесь чисткой биополя, кто-то может быть снимает негатив, то это будет успешно. Так, и давайте посмотрим, что же у вас здесь на неожиданность недели. Так, карта развилка. Ситуация, да, выбора. Куда же пойти, куда податься. Несколько направлений. Давайте смотреть. Итак, либо, как я говорю, выбрать себе направление, куда податься, переехать, либо какими путями развивать свои новые проекты, либо же, поскольку я говорю про ситуацию чистки, здесь у вас может быть ситуация откупа на перекрестке. Сразу хочу оговориться для тех, кто говорит, какое чушь несу, в плане того, что там магия не существует и так далее. Но, скажем так, если рассуждать, то с ваших слов, мантическая система это тоже чушь. Ну, те же Таро, Оракулы, Руны, Немерман и так далее. Поэтому, если вы скептик, то, мне кажется, и Таро Расклады в этом случае тоже не для вас. Так, поехали дальше. Итак, для вы, что же у львят? Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Так, на позитив. Ну, это, знаете, попытка закрыть вещи на какие-то глаза, найти компромисс, добиться таким вот компромиссов каких-либо результатов. Касаемо отношений, работы, развития новых проектов. Либо же, если так касается здоровья, то привести его в состояние нормы. Особенно, если у вас было заболевание парных органов. Так, негатив недели. Перевернутая десятка кубков. То, что вот здесь либо семейные ссоры, либо же здесь в целом идет у вас напряженная атмосфера в коллективе. Ну, поступите мудро. Если вы пойдете на компромисс, вам это будет только на руку. Ну, из позиции совета здесь у вас падает перевернутый отшельник. Это как в уход в себя, попытки проанализировать ситуацию, что-то переосмыслить, взвесить. То есть, вот карты вам советуют на эту неделю, знаете, как отстраниться. Поменьше контактов, поменьше общения, чтобы оно не вылилось ни в какие-то, знаете, вот негативные моменты. Так, ну и на неожиданность недели. Что у вас здесь, ребята? Так, ну, у вас якорь, у вас стабильность и работа. Безусловно, вот эта конфликтная ситуация может касаться именно непосредственно работы, работы в коллективе. Поэтому старайтесь, знаете, как я говорю, тихо с сам собой я веду беседу. Все по максимуму в себе, меньше коммуникаций. И тогда у вас неделя пройдет на ура. Так, поехали дальше. Девы. Что же наши девы? Позитив недели, негатив недели. Советы карты. Так, девы, у вас тут какая-то ситуация выбора, ситуация двойственности, как на перепутье. Касаться как работы, так личных отношений, либо вопросов здоровья. Например, где пройти диагностику, где пройти лечение и так далее. Но, это, знаете, ваши попытки сопоставить, влезти для себя правильное решение. В плане негатива, здесь у вас падает перевернутый туз жезлов. Это эмоционально-физическое истощение, упадок силы. Возможно, вам необходим отдых. Потому что по двойке жезлов здесь можете, например, еще тянуть ряд каких-то обязанностей. Не только за себя, но и за другого человека. Ну, и в плане совета, как говорит, здесь падает короля мечей. Карта рациональности, холодного рассудка, планированного дня. Ну, то есть, у вас все четко, по графику, по расписанию. Тогда вы будете все успевать. Не только, как и будет за себя, да, но и за других. Например, если вашим близким людям необходима ваша помощь. По королеве мечей здесь может быть помощь еще от женщины. Но в целом, неделя у вас продуктивна. Так, неожиданность недели у вас. Вот оно что. Так, на неожиданность недели у вас здесь падает не совсем позитивная карта. Сейчас все уточню, потому что она очень часто указывает на ситуацию с глаза. Которая вот и отображается у вас как упадок эмоциональный, упадок физический. Давайте перепроверим. Здесь падает карта базар. То есть, как говорится, меньше, вот как советуют карты, это, знаете, неожиданность. Меньше рассказывать людям о своих планах, либо о своих начинаниях. Ну, не то, чтобы не вызвать зависть, а, знаете, как самому себе не сглазить свои планы, чтобы у вас все получилось. Вот тогда у вас все пройдет замечательно. Не распространяйтесь о том, пока то, что вы задумали реализовать. Так, поехали дальше. Весы. Что же вас ожидает на этой неделе? Позитив недели, негатив недели и совет от карты. На позитив недели. Ну, четверка мечей, карта отдыха, карта застоя, либо ситуация безработицы, либо в целом ситуация больничного, либо вы уехали на отдых. То есть, как бы эта ситуация не развивалась, но тем не менее, для вас она вылезет в какие-то благоприятные, позитивные моменты. В плане негатива у вас здесь падает перевернутая шестерка жезлов. То есть, если вы задумывали какую-то поездку, либо переезд, она не состоится. То есть, скажем так, здесь в основном проблемы будут с документами, судя по картам. Поэтому намеченные переезды лучше отложить на потом. И в плане совета, здесь у вас падает девятка мечей, карта страхов, карта переживаний. Давайте все-таки посмотрим, с чем у вас это связано. Бессонец, каких-то вот, знаете, когда вот напряженные мысли не дают вам спать. Ситуация развилки, ситуация выбора. Вот у вас здесь падает по двойке жезлов. Чего это касается и не касается, это непосредственно в вашей личной жизни. Так, что-то вы здесь намудрили. Так, либо у кого-то это может касаться деток. Еще вот так. Но неожиданность не ведет, что же у вас здесь. Карта Аист. Все-таки намерение это либо получить известие, либо собираться в поездку, в переезд. Но это уже будет в более отдаленной перспективе. А в целом, карта Аист, она свои перемены в разных сферах жизни. То есть, давайте посмотрим, в чем же имя она уже. Давайте так дотяну. Вот так. А для многих-то это может быть страхи в связи с беременностью. Вот такой вот момент. Если не касается беременности, то это связано с новым этапом жизни. Например, новая работа, новые отношения, новая страна. То есть, все что угодно, понимаете. Поэтому здесь, кстати, у весов такая очень интересная неделя, занимательная. Отпишитесь, пожалуйста, потом, как у вас это проиграется. Так, давайте смотреть дальше. Скорпионы. Скорпионы. Что же тут у нас у скорпионов на этой неделе? С 17 по 23 сентября. Позитив недели. Позитив недели. Позитив недели. Негатив недели. Советы карты. Негатив недели. Так. Карта жрица. Ну, во-первых, может указывать в целом, как на негатив, да, на вас наведенный. Либо же жрица. Здесь карта какой-то скрытой информации, которую вам не афишируют. Но которая впоследствии может каким-то образом отразиться на чем-либо. То есть, неожиданно произойдут какие-то вести, которые вас не совсем порадуют. И в плане совета. Здесь у вас падает перевернутый рыцарь мечей. Это, знаете, карта отсечения чего-либо. Либо вашего молниеносного хода из какой-либо ситуации. Либо, в целом, здесь может, знаете, как отсечь атаку, отсечь негатив. Так. Давайте посмотрим, что же здесь конкретно. В плане неожиданности недели. С чем у вас это будет связано. Так. Карта якорь. Карта корабля. Все ваши переживания здесь будут связаны с работой. Поэтому, смотрите, в плане работы. Здесь вы можете закрывать глаза на какие-то конфликты. Карта жрицы. Может быть, встать какая-то нелицеприятная информация. Рыцарь мечей. Это надо отсекать происки недоброжелателей, связанных по работе здесь непосредственно. Дабы не подорвать вашу собственную стабильность. Вот такая вот у вас выходит неделя. Поехали дальше. Итак, стрельцы. Что же здесь у вас? Позитив недели. Негатив недели. Совет от карт. На позитив. На позитив. Карта отец. Карта император. Карта стабильности. Контроля над ситуацией. Распорядоченный, уверенный образ жизни. Это карта супруга. Карта отца. Брата. То есть, любого близкого человека. Либо руководителя. С которым у вас на этой неделе будет, скажем так, тесное взаимодействие. Ну, то есть, максимум будете проводить время и решать какие-то важные вопросы. В плане негатива здесь у вас падает перевернутый рыцарь жезлов. Это какие-то отсрочки, связанные с командировками, какими-то переездами, получением известий и так далее. Ну, то есть, срыв планов, да. И на совет у вас падает карта колесо фортуны. Карта успеха. Карта удачи. То есть, если вы задумали что-то значимое на эту неделю, дерзайте. У вас все получится, потому что удача на вашей стороне. Это, знаете, как пошла белая полоса в жизни. Несмотря на ряд каких-либо перипетий, которые у вас были ранее. Так, ну и неожиданность недели. Так, карта кольцо. Карта союза. Карта предложения руки и сердца. Карта трудовых договоров. Если с позиции здоровья, то сам по себе совет пройти цикл ученик, например, от и до. В целом, карта кольцо благоприятна всегда и везде, и в любых аспектах. Какой бы сферы жизни она ни касалась, неделя у вас будет замечательной. Можно даже символизировать неожиданный подарок. Капивлирное украшение. Так, вот такая вот неделя у нас у стрельцов. Переходим дальше. Так, козероги. Позитив недели. Негатив недели, карта по всем. И совет от карт. Так, на позитив недели. Карта новых возможностей, новых перспектив, новых связей, новых коммуникаций. Это выход из состояния апатии, хандры, депрессии, ситуация застоя. В плане негатива здесь падает солнце, но это карта эгоизма, это знаете, какая-то излишняя целенаправленность, целеустремленность, которая, ну знаете, как вот идти по головам. Вот в связке с этими картами может быть такой аспект. И в плане совета двойка жезлов. Ну, ситуация выбора, либо совмещение нескольких дел одновременно. Это может быть как несколько рабочих проектов, так и в целом, знаете, когда вы пытаетесь уделить внимание нескольким семьям, например, заботитесь о своей, заботитесь о семье своих родителей и так далее. То есть вы знаете, как юлицезы, несколько дел сразу и одновременно. Ну, давайте же посмотрим, что у вас здесь падает в плане, скажем так, не негатива, а неожиданных событий. Что у вас здесь? Карта кольцо. Что ж такое? Второй раз подряд тянул. И у стрельцов, и у козеровов карта кольцо. Вот, возможно, вы здесь будете на распутии, потому что появится новая связь, новый союз. Либо кому-то будет предложение руки и сердца, либо это в целом карта новых трудовых договоров, новых начинаний. Если с позиции здоровья, то это сама по себе рекомендация, опять же, пройти врачебный цикл от и до. И, как говорит карта кольцо, она вообще позитивна. То есть вам дает какой-то, знаете, зеленый свет на все ваши начинания. Так, ну и давайте смотреть теперь далее. После козерогов у нас водолеи. Что же ждет водолеев на этой неделе? Так, позитив недели. Негатив недели. Совет от карты. На позитив недели. Рыцарь Пентакли. Карта поездок, переездов, получения прибыли, долгожданных вестей, возможностей, реализация ваших проектов. То, что будет у вас работать на долгосрочную перспективу. В плане негатива здесь у вас падает король Пентакли. Ну, то есть это может быть признак конкурента, либо прибыль, на которую вы рассчитываете, не получите в полном объеме. Потому что здесь, знаете, как зависит какая-то ситуация от власти имущего человека. Но основа это касается материальных и рабочих вопросов. Ну и в плане совета, карта двойка жезлов. Если вы не сможете договориться с этим человеком, найдите обходные пути. Двойка жезлов это всегда карта выбора. Карта новых возможностей. Давайте смотреть на неожиданные события. Что же у вас здесь упадет на Ленорман? Так, карта книга. Карта какой-то тайной, непроясненной ситуации. Так, ну, честно скажу, вот здесь падает карта еще семейная комната. Как может это отыграться? Отыграется в двух аспектах. Либо здесь нотариальное оформление купли-продажи недвижимости. Это раз связано непосредственно с этими бумагами, да. Либо же здесь отыграется как тайная связь интимного характера. Ну, то есть новое отношение, которое вы не желаете афишировать. И как следует... Почему? Потому что у вас два партнера, либо две партнерши. Так что, ну, водолеем, собственно, есть такой момент. Так, поехали дальше. И у нас остались рыбки. Рыбки, что же вам принесет эта неделя? Итак, позитив недели, негатив недели и советов карт на позитив недели. Так, на позитив недели семерка мечей. Ну, сама по себе ситуация... Вот, когда падает в вашем случае на позитив, это обойти врагов. Быть на шаг на два впереди хитрее. Карта манипуляции. То есть это либо жизнь на две семьи, либо работа на два фронта. Когда и вашим, и нашим карта, скажем так, воровства иногда интеллектуального труда. Может быть и так. Как еще называют плагиатство, да. Так, из позиции негатива десятка жезлов. То, что для вас это будет тяжелым временем. Возможно, если вы даже возьмете чьи-то наработки, но вы понимаете, что за это впоследствии будете нести ответственность. В плане совета у вас здесь падает тройка пентаклей. Карта союза, карта рабочих взаимоотношений, получения прибыли. Но, как говорится, желательно вам все-таки действовать более честным путем, дабы потом не расхлебывать какие-то нелицеприятные события. Если же в плане личных отношений, то это сама в себе ситуация, скажем так, жизнь на два двора, которая является для вас тягостным событием. И по тройке пентаклей сама по себе ситуация, когда вам нужно будет уже сделать выбор, да, к чему-то прийти, к какому-то соглашению. Ну и в плане неожиданности недели. Да, карта развилка, ситуация выбора, ситуация любовного треугольника. Либо если с позиции работы, работы на нескольких, ну то есть работы, допустим, да, на нескольких лиц, которые даже могут являться конкурентами. Ну такое, ну давайте посмотрим, каковы же перспективы. Ну это все, естественно, вы будете делать в тайне, потому что падает карта книга, да. Ну смотрите, как бы за этим обманом вы не были обмануты сами, потому что карта змея, это сама по себе ситуация, когда могут предасти вас. Поэтому держите ухо востром, пусть для вас эта неделя будет позитивной. Не делайте глупостей. Вот таким у нас вышел расклад. Надеюсь, он для вас окажется позитивным и проиграется только в позитивном аспекте. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как у вас проигрываются, либо не проигрываются расклады. Для меня крайне важна ваша обратная связь. Напоминаю, что расклады все-таки являются общими, а не индивидуальными. Ну а искренне вас благодарю за внимание. До новых встреч.